Уважаемые садоводы, здравствуйте! Очень часто мне садоводы задают такой вопрос, почему плохо завязываются помидоры и огурцы в тепличных пространствах. Прежде всего я хочу предупредить тех, кто усиленно питает, особенно помидоры. Помидоры начинают активно жировать, то есть идет крен, подкормки, частые поливы приводят к тому, что растения начинают активно расти и не образуют нормальной плодовой завязи из-за перекорма. Это одна причина. И другая причина, наиболее серьезная и часто встречаемая. Теплицы из поликарбоната являются не очень удобным жилищем для растений, в том случае, если вы не проветриваете активно. Зачастую не хватает одной-двух форточек и открытой двери. Надо обязательно в таких сооружениях вешать обычный термометр, который показывал бы вам температуру. И если температура превышает 33 градуса, а она, скорее всего, превышает, то пыльца стерильная и не происходит завязывания плодов ни у огурца, ни у томата. Даже, казалось бы, вот эти портенокарпики, современные гибриды, которые даже в условиях жары способны давать нормальные плоды, они не выдерживают такой температуры. Поэтому активное вентилирование и проветривание. Есть такое мнение, что огурцы не любят сквозняка. Это заблуждение номер один. Лучше будет, пусть, хороший сквозняк, чем жара в 35, а то и 40 градусов. Я хочу акцентировать на это внимание. Температура с утра до вечера должна не превышать 30 градусов. Но если вы скажете на улице, вот сейчас, как в июле часто бывает, и без теплиц 33-35 градусов, что делать? Ну, что делать? Да, продолжать проветривать. Вечером все равно будет дополнительное отпыление. И не закрывать теплички никогда, да, ни ночью, ни утром, ни вечером. То есть теплицы должны быть полностью открыты в июльские знойные дни. И только в этом случае будет нормальное оплодотворение. Хочу, естественно, еще обратить ваше внимание на то, что растения требуются в постоянной подкормке. Особенно огурец. Огурец наращивает огромную листовую массу. А чтобы вот нарастить эту массу, нужно, естественно, проводить через 10 дней подкормки минеральными удобрениями. Пусть это будет обычное комплексное удобрение в дозе 60 граммов на ведро воды. И полив производить после основного полива и по литровой банки данного минерального раствора под каждый куст. И через 10 дней после минеральной подкормки проводить органическую подкормку. Что это может быть? Это может быть обычный настой коровяка или птичьего помета. Но вы здесь должны помнить, что коровяк в разведении 1 к 10, то есть литровую банку коровяка, настоявшегося, сбродившегося, вы должны развести в 10 литрах. И таким раствором слабо подкармливать. Ну, а куриный помет разводится в разведении 1 к 20, то есть пол-литровая банка настоя куриного помета на 10 литров воды. В таком случае вы не пожжете корни, и ваше растение будет чувствовать себя нормально. Вот для огурца подкормки через каждые 10 дней очень актуальны. А вот томаты, томаты кормят до первого, до первой цветочной кисти. То есть пока вот созревает томат до первой цветочной кисти, а потом лучше его не кормить. Иначе вы получите обратный результат. Они будут жировать, давать большую биомассу, а плодов будет мало. Ну вот я лично не подкармливаю свои томаты. По одной простой причине, что стараюсь вложить в посадочную луночку все основные компоненты. И, как правило, этого достаточно, чтобы сформировался хороший урожай. Что же я кладу в посадочную луну? Это прежде всего пол ведра перегноя. Обычный перегной, который есть в любом хозяйстве. Это может быть компост, но обязательно он должен хорошо перепревшийся, перепревший, с разложившимися частями органики. И обязательно в каждую лунку столовая ложка мочевины, сглаженная небольшая, столовая ложка суперфосфата и столовая ложка сернокислого калия. Все это должно тщательно перемешиваться с землей. Не просто так вот под корни, а хорошо перемешано с землей, перегной, почва, грунт, который у вас находится в теплице. Все это перемешали, посадили в сухое и потом полили. Обычно этой заправки хватает для полноценного формирования урожая томата. Я бы еще рекомендовала садоводам для лучшей завязываемости томатов в теплицах проходить рано утром, ну в часов 10, когда пыльца такая, знаете, самая полновесная, самая здоровая. То есть рано утром берете палочку такую вот и ходите по шпалерам, постукиваете. Что это дает? Вот вы, наверное, обращали внимание, что пчелы не садятся на томаты. Томаты выделяют такой специфический аромат, неприятный для пчел. А, кстати, они еще содержат такой яд, я бы даже сказала, для пчел, для некоторых насекомых, солонин. И из-за этого насекомые мало посещают томаты. И сама по себе пыльца, вот опыление происходит внутри цветка. И пыльца томата очень тяжелая. И чтобы помочь томату хорошо завязаться, вот именно в ранние часы, где-то вот около 10 часов утра, нужно пройти по тепличке, потрясти каждую шпалерку, чтобы пыльца томата осыпалась в цветочки и попала как раз на песик. Вот это очень важно. Это существенно повысит оплодотворяемость внутри цветка. Ну и довольно-таки часто садоводы используют разного рода специальные ухищрения. Я бы сказала, ну там есть циркон, еще что-то называют всевозможные, завязь, бутон для дополнительного опыления. Но я вам скажу следующее, что если у вашего растения есть внутри корня все питательные элементы, это микроэлементы и все-все-все, что ему нужно. И если у вас идеальная атмосфера в теплице, то есть не идет перегрева, то ваши томаты обязательно оплодотворятся. Но если у вас высокая температура и слабое питание, никакой циркон, никакой бутон, никакая зависть не помогут вашим томатам. Вот на этой вот такой вот мажорной ноте я хотела бы закончить свое повествование. Спасибо за внимание.